Добрый день! Сегодня с вами старший преподаватель кафедры туризм Азербайджанского технологического университета Усаинова Ирада. Я ознакомлю вас с лекцией на тему «Современное состояние и развитие индустрии гостеприимства по предмету технологии гостиничной деятельности». Ознакомьтесь с планом лекции. Первый пункт – индустрия туризма и индустрия гостеприимства. Второй пункт – факторы роста индустрии туризма, хозяйствующие субъекты современной системы туризма. Следующий пункт – классификация предприятий, производящих продукты и услуги для туристов, структура туристской индустрии, туристская отрасль, туристский бизнес и понятие индустрии гостеприимства. Для более глубокого изучения данной темы рекомендую следующую литературу. Ознакомьтесь со списком основной литературы. Коммерческая направленность туристских предприятий приводит к появлению туристского и сервисного бизнеса, а также к созданию специализированной отрасли по производству сувениров и товаров туристского назначения. Все это можно определить как туристскую индустрию. Темпы развития, которые поражают своей быстротой, но в данный момент из-за пандемии коронавируса туристская индустрия претерпевает огромный спад. Основными факторами роста индустрии туризма в настоящее время являются Рост доходов населения, которые позволяют сверхудовлетворение первоочередных потребностей, имеются в виду жилье, питание, одежда, употреблять все большую часть их на удовлетворение рекреационных потребностей. В структуре затрат потребительского комплекса жители экономически развитых стран затраты на туристские услуги вышли на второе место после затрат на жилье. Растущая урбанизация и ухудшение экологической обстановки в городах, которая быстро активирует спрос на отдых экологической чистой среде, Требующие смены стереотипа урбанизованной жизни на другую деятельность, ухода от повседневных забот и бытового стресса. Рост массива свободного времени, то есть того времени, которым человек может располагать не по принуждению, а свободно. В практике туризма экономически развитых стран сложилась следующая дифференциация туризма. Обычно отпускной период времени используется на зарубежные туристские поездки. Выкенд – на экскурсии внутри страны, а вечернее свободное время – на отдых в городе. Поскольку в структуре свободного времени КОКЕН занимает ведущее место, потребность во внутреннем туризме в развитых странах всё более возрастает, и индустрия внутреннего туризма развивается более быстрыми темпами. Развитие средств массовой информации, паблик-релэйшнс-туризме и информационных технологиях, которые позволяют не только развивать рекламу, но и быстро и удобно обслужить миллионы туристов. Развитие международных торговых обменов, в которых туризм вышел на первой позиции, прежде всего, благодаря его высокой эффективности, удовлетворении быстро растущего туристского спроса. Развитие организационных средств и инфраструктуры, которые позволяют сделать уникальные туристические ресурсы более доступными, а туристскую деятельность по их потреблению более комфортной. Современная система туризма включает ряд хозяйствующих субъектов, таких как специализированные предприятия питания, к ним относятся рестораны, бары, кафе, столовые и т.д. Затем специализированные фирмы, предоставляющие услуги по размещению, пансионаты, гостиницы, мотели, дома отдыха, кемпинги и т.д. Фирмы-турагенты, выступающие в качестве продавцов туристского продукта, сформированного туроператорами. Фирмы-туроператоры, т.е. фирмы по разработке и реализации турпродукта, преимущественно на оптовой основе. Фирмы-производители туристских услуг, это санатории, лечебницы, здравницы, базы отдыха и т.д. Рекламно-информационные туристские учреждения, к ним относятся рекламные агентства и бюро, информационные туристские центры и т.д. Государственные предприятия, национальные, региональные, муниципальные предприятия унитарного или акционерного характера, занимающиеся туризмом на коммерческих началах. Предприятия сферы досуга в туризме, к ним относятся киноконцертные залы, залы игровых автоматов и т.д. Предприятия торговли и торговые фирмы, специализирующие на товарах для туристов, и специализированные транспортные среды предприятия, это авиапредприятия, автопредприятия, железнодорожные ведомства, предприятия морского и речного транспорта. Можно привести следующую классификацию предприятий, производящих продукты и услуги для туристов. Первичные. Они предназначены непосредственно для обслуживания туристов. Это санатории, пансионаты, турбазы. В условиях замкнутого туристского и курортного центра почти все предприятия, находящиеся на данной территории, относятся к этой категории. Вторичные. Предназначены для обслуживания преимущественно туристов, хотя их услугами могут пользоваться местные жители. Это предприятия питания, культурные заведения и так далее. Тритичные. Как правило, предназначены для обслуживания местных жителей, но их услугами также могут пользоваться для удовлетворения своих потребностей и туристы. Например, общественный транспорт, почта и так далее. Туристская индустрия трактуется как совокупность гостиниц и иных средств развлечения, средств транспорта, объектов санаторно-клодного лечения и отдыха, объектов питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Схематично можно представить туристскую индустрию следующим образом. В туристскую индустрию входят гостиницы и иные средства размещения, транспортные услуги, услуги предприятий питания, объекты познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, объекты и средства досуга и развлечений, услуги туроператоров, турагентов, экскурсионных организаций. Аналогично понимает строение туристской индустрии и Джон Уокер, автор известных учебников в ведении гостеприимства и так далее. По Джону Уокеру туристская индустрия объединяет в себя путешествия, проживание, питание, отдых и досуг. В свою очередь в путешествия входят круизы и средства передвижения самолета, автобуса, автомобили, железные дороги. В средства проживания входят отели и мотели, питание, рестораны, кафе, бары и досуг, игры, парки, развлечения, аттракционы. Несмотря на некоторые различия в точках отсчета, первая представленная схема описывает объекты, а Уокер исходит из основных видов активности, предлагаемых туризмом, но не включает в структуру собственно туристские организации. Обе схемы показывают расширенное понимание туриндустрии, практически идентичное пониманию индустрии гостеприимства по Диттнеру и Греффину. По мнению этих авторов, в структуру индустрии гостеприимства входят собственно гостеприимство, а также путешествия и туризм. Собственно гостеприимство, то есть гостеприимство в узком смысле слова, включает продовольственный сектор, сектор размещения. Путешествия и туризм, в свою очередь, предполагают развлечение и отдых, транспорт, агентства и туроператорские фирмы. В отличие от представленных точек зрения, Джордж Торкилдсен предполагает, что перечисленные компоненты, и вот предлагает считать это перечисленные компоненты единицами структуры индустрии досуга. Однако, за основу автор берет критерии провайдера, поставщика услуг. Соответственно, выделяются коммерческие и некоммерческие виды досуга. Вот ознакомьтесь, пожалуйста, с развернутой схемой индустрии досуга. нетрудно заметить повторения одних и тех же составляющих во всех приведенных схемах. разграничить эти понятия и четко определить индустрию туризма и как ее отделить от индустрии гостеприимства, а индустрии досуга от индустрии туризма. решение можно найти в подходе Вальтера Фрейра, который выделяет туриндустрии индустрии в узком смысле это предприятия, производящие типичные туруслуги. Затем туриндустрию в широком смысле это нетипичные предприятия, производящие типичные туруслуги. А крайнюю туриндустрию это предприятия, производящие товары и услуги, не относящиеся к типичному турпродукту. В туриндустрию по Фрейру в собственном смысле входят туроператоры, турагенты, фирмы, которые организуют проведение выставок, ярмарок, затем организации по проведению конгрессов и конференций, союзы, ассоциации и госучреждения по планированию и развитию туризма. В туриндустрию предприятие размещения туристов транспорт. В дополнительную туриндустрию он включает экскурсионное обслуживание, гиды, организации развлечений, прокат, снаряжение, затем учебные заведения по подготовке кадров для туристов, дипломатические представители, представительства для оформления виз. 1. Институты маркетинговых исследований в области туризма. 2. Кредитные институты, имеется в виду обмен денег, кредитные карточки. 3. Страховые компании, журналисты, носильщики багажа, производство сувениров и товаров для отдыха, машиностроение, издание литературы по туризму, производство лекарственных препаратов. 4. Акральные индустрии включают в себя предприятия питания, парикмахерские, тренерские услуги, горнолыжные лифты, фуникулеры, культурно-посвятительские учреждения, затем медицинские услуги, производство спорттоваров, одежды, фототоваров, косметических средств, лекарственных препаратов. 5. Индустрия туризма характеризуется следующими специфическими свойствами. 6. Ресурсные ориентации, сезонным и цикличным характером производства, необходимостью значительных капиталовложений в туристскую инфраструктуру. 7. Индустрия туризма включает производство избыт товаров и услуг различных отраслей народного хозяйства, выступающих в этом случае как туристские отрасли. 8. Индустрия туризма 8. Индустрия туризма 8. Индустрия туризма 9. Индустрия туризма 8. Индустрия туризма 9. Правильный пассажирский транспорт 8. Водный автомобильный железнодорожный 9. Топливная промышленность Капитальное и дорожное строительство, производство сувениров, пищевая промышленность, многие отрасли сельского хозяйства, а также сферу услуг, которыми пользуется турист. Особенностью туристской индустрии является технико-экономическая специфика составляющих ее туристских отраслей, которая исключает возможность объединения в рамках одной отрасли всей или большей части ее материально-технической базы. Поэтому индустрию туризма можно рассматривать как рынок услуг и товаров туристских отраслей. Туристская отрасль Это отрасль общественного производства, состоящая из предприятий, производящих товары и услуги, предназначенные для реализации на туристском сегменте рынка. Особенностями предприятий туристской отрасли являются, во-первых, преимущество непроизводственного характера деятельности, и, во-вторых, специфика потребителей, в большинстве своих туристов и путешественников, отсутствие которых существенно сократило или сделало бы полностью невозможным существование определенных видов предприятий, таких как гостиницы, билетные агентства, курорты в данной местности. Туристская отрасль Туристская отрасль Структура отраслей, входящих в туриндустрию и в сферу бизнеса, совпадает. И в туриндустрии, и в сфере турбизнеса достаточно четко можно разграничить своеобразную основную деятельность с одной стороны и инфраструктуру с другой. Отличия туриндустрии от турбизнеса формальны. Туриндустрия – просто совокупность отраслей и предприятий. Турбизнес – та же совокупность, но с обязательным подключением видов деятельности индивидуалов менеджеров и с четко выраженной целевой направленностью этой деятельности. Туризм – это индустрия, включающая в себя множество видов деятельности. Туризм – это индустрия. Небольшие предприятия, соединенные с горнолыжными курортами, действуют как независимые предприятия. Но на самом деле они зависят друг от друга, и эта зависимость требует совместных усилий. Особое внимание заслуживает термин «гостеприимство», а также сопутствующий ему сектор бизнеса – индустрия гостеприимства. Можно сказать, что гостеприимство – это секрет любого заботливого обслуживания. Забота, проявленная по отношению к гостю, способность чувствовать потребности клиента – неуловимые, но столь очевидные черты поведения слушающего. Считается, что индустрия гостеприимства является собирательным понятием для многочисленных и разнообразных форм предпринимательства, которые специализируются на рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей. Не существует перечня всех основных видов деятельности, которые она охватывает, но можно выделить следующие основные направления. Гостеприимство является гармоничным сочетанием производства туристских услуг, комфортности среды отдыха и любезного поведения обслуживающего персонала в целях удовлетворения потребностей гостей при гарантии их безопасности, физического и психологического комфорта. Важнейшее потребительское свойство туристского продукта – умение дать почувствовать клиенту, что ему рады, с достоинством продемонстрировать ему уважение и оказывать любезность. Понятие индустрии гостеприимства столь же многогранно и сложно для определения, как и понятие гостеприимства. Современные модели индустрии гостеприимства, досуга и туризма, которые были представлены выше, явно показывают неоднозначность концептуального определения содержания и границ индустрии гостеприимства, а также сложность ее соотнесения с индустрией туризма и индустрией досуга. Главной составляющей индустрии гостеприимства является не перечень перечисленных выше видов деятельности, а основной принцип гостеприимства – потребитель всегда прав. Этот принцип является основным критерием эффективной деятельности в бизнесе гостеприимства. Спасибо за внимание. До новых встреч!